Музыка Есть такая профессия защищать родину, свою отчизну. Причем для многих военнослужащих это не просто профессия, но и настоящее призвание. Сегодня в программе «Мир настоящих мужчин» мы расскажем именно о таких людях. Старший лейтенант Артур Калемулин, несмотря на молодость, сегодня уже командир роты управления целой бригады. В Алкино Старлей служит с июля 2011 года, после окончания Тюменского военного института инженерных войск. Начинал службу с должности командира инженерно-саперного взвода. Участвовал в ликвидации последствий взрыва и обезвреживании боеприпасов в Иглинском районе, на артиллерийских складах в Урмане. Карьера молодого офицера идет вверх. Его подчинение сегодня находится 50 человек. Буквально две недели назад был назначен на должность командира роты управления. В роту управления входят три отдельных взвода. Взвод инженерной разведки, взвод связи и комендантский взвод. Непосредственно первый взвод инженерной разведки. Основной целью является инженерная разведка дороги и колонных путей. Также имеются подразделения специалистов водолазной подготовки. Главное в этом росте – желание самого старлея. Сегодня армия приветствует честолюбивых, настойчивых, стремящихся к росту, любящих свою профессию офицеров. Старший лейтенант Калимулина мы сейчас представили назначение на должность командира роты управления. Это мы... Рота управления, она подчиняется напрямую ко мне. В церкви зарекомендовал себя с положительной стороны. Выполняет свои обязанности точно, в срок, добросовестно относится к выполнению своей обязанности. Руководит личным составом роты, постоянно следит за личным составом, выполнением должностных обязанностей. Ну и как офицер достойно назначения на вышестоящую должность. Впрочем, для того, чтобы достигнуть карьерного роста и уважения среди начальников и подчиненных в армии, мало одного желания и полученных в военном институте знаний. Как считает сам Артур Калимулин, офицер должен обладать обязательными важными качествами. Офицер должен любить свою родину. Это самое главное качество, я так считаю. Вторым качеством является его образование и уровень его знаний, которые он непосредственно передает своим подчиненным, военнослужащим, как отратной службе, так и срочной службе. Ну и третье качество – это самосовершенствование самого офицера. Старшему лейтенанту Калимулину очень повезло с местом службы. Валкино 12-я отдельная гвардейская инженерная Кенигсбергско-Городовская бригада окончательно прописалась в 2011 году, слившись с 56-м Александрийским краснознаменно-инженерно-саперным полком. Наши войска организованы в 1701 году, а если обратиться к иностранному языку, особенно к немецкому, то название инженерных войск по-немецки означает «пионер групп Труппен», что означает «инженерные войска». Пионер по-немецки первый – это те войска, которые идут впереди. Какой бы род войск ни был в наших вооруженных силах, наши инженерные войска, наш род войск, он везде присутствует. И без нас, без нас, не повоюсь этого слова сказать, ни одно боевое действие, ни одно решение боевых конфликтов не происходит. На счету бригады немало подвигов и славных дел. 2006 год – оказание помощи в строительстве и разминированию в Ливане. 2007 год – ликвидация последствий аварии на канализационно-насосной станции в Красногорске. 2008 год – важные задачи в Абхазии. Многое другое. В период с 1946 года по 1968 саперы бригады обнаружили и уничтожили на территории только одного московского военного округа 1 млн 295 тысяч 23 взрывоопасных предмета. И немалую лепту в общее дело несли солдаты, сержанты и офицеры роты управления бригады. Веренная мне часть, она готова в течение часа привестись полностью в боевую готовность. И выполнить любую поставленную задачу согласно боевому применению. Боевая подготовка в армии – основа всех основ. Без нее никуда. Можно считать себя богом, но без боевой подготовки Марсом не станешь. Наш старлей Артур Калемулин эту истину принял как аксиому еще в институте и ежедневно приобщает к ней своих подчиненных во время занятий. Начальник отделения боевой подготовки бригады, капитан Владислав Гущерев, ставя задачу перед Калемулиным по проведению дневных занятий в роте, на все 100% уверен. Старший лейтенант к ее выполнению отнесется со всей ответственностью. В вашем подразделении проводятся следующие занятия. Первая и вторая часть проводятся радиационно-химическая, биологическая защита. Тема 2, занятие 1. Проводите это занятие в классе РХБЗ, расположенном в черном корпусе. Инженерные войска – особый рот войск. Само понятие инженер подразумевает особую высокую подготовку специалиста. Сегодня в бригаде служат преимущественно профессионалы, контрактники. Здесь, кроме обычных навыков армейской жизни, нужна специальная подготовка, профессиональное качество, знание современной техники. Кстати, и по сей день в бригаде требуются хорошие специалисты – водители, трактористы, механики. У нас специфическая техника. У нас нет единой базы, у нас разная база. То есть нам нужны трактористы, нам нужны танкисты, нам нужны водители просто. Вот большая часть нам нужны вот эти специальности. Острая нужда в хороших специалистах-контрактниках, в инженерных войсках, да, наверное, и не только в инженерных – результат последних армейских реформ. Но не могут за один год срочники, в каких бы вузах они ни учились, хорошо овладеть воинскими специальностями. Не нужно это им, не хотят. Отбил каблуками год на плацу и до свидания, армия. Только тот служащий отдаст душу, силы и все остальное службе, который получит за это соответствующую заработную плату. Старший лейтенант Артур Калимулин ежемесячно, кроме положенного офицера удовольствия, получает 47 тысяч рублей. Его жена Светлана, с недавних пор контрактница российской армии, вносит в семейный бюджет свою лепту – 20 тысяч. 67 тысяч рублей – это ежемесячный бюджет молодой семьи. На гражданке попробуй заработать эти деньги. Материальные блага, конечно, улучшились. Зарплата поднята. Теперь офицеру, в основном, у него есть средства к существу, к их жизни. Он может жить, ему хватает достаток, семья. Не надо думать, где, чего, как взять. Главное – служить. Пусть пока у наших героев и не решен жилищный вопрос – молодая семья снимает квартиру. Но, как показывает жизнь, это всего лишь квартирный вопрос, но не жизненная проблема. Теперь офицеры после шести лет службы имеют право на квартиру. Сейчас многие офицеры в звании старший лейтенант, лейтенант, капитан уже имеют свои квартиры, полученные по военной ипотеке. Они уже имеют свою квартиру, то есть ему уже не нужно думать, снимать где-то квартиру. Вот многие, даже у нас здесь сейчас в бригаде, процентов 30 уже обеспечены таким жильем. Однако, наверное, наступило время послушать и Светлану Калимулину. Сменить женское гражданское платье на военную форму, пусть и в исполнении всемирно известного кутюрье – это все-таки серьезный шаг. Спрашиваю у Светланы, как познакомилась с Артуром, какие чувства испытала, когда приехала с ним Валкина в военную часть, как вообще одела на себя военную форму. Первые три года, ну так, реже вибились. После он уехал уже сюда, отправили по распределению в Башкирию. Полгода я в Тюмени осталась одна. Училась, работала. И через полгода уже поняли, что можно жить вместе. Позвал сюда и, соответственно, приехали. И после этого начали жить. Спустя полтора года где-то сделал зажение руки и сердца. Сейчас уже вот муж и жена. Какие были твои чувства, которые ты испытала, когда гражданское платье сменило на военную форму? С детства была мечта такая. Не жалею ни в чем. Все очень нравится. Сибирская закалка, что тут скажешь. Деревню Чугунаева в Тюменской области вполне можно назвать кузницей офицерских кадров. Два старших брата Артура Калимулина тоже носят погоны. Два моих старших брата являются офицерами. И это и определило мою дальнейшую судьбу в военной карьере. Старший мой брат после окончания школы поступил в Тюменский университут. В 2000 году закончил. Ну и, естественно, по его стопам дальше уже пошел я. Лично я офицер запаса. Старлей, как и Артур. Правда, мне уже за 50. И я помню, как лет 35 тому назад мои сверстники, знакомые и даже друзья чурались армией. Косили от нее, как только могли. Армия была для многих хуже тюрьмы тогда. Наверное, были проблемы со срочной службой в СССР. Они тогда были вообще по жизни. Кто-то их боялся, кто-то, наоборот, самоутверждался, преодолевая эти проблемы. Сегодня в российской армии многое изменилось. Есть дисциплина, порядок, обязанности, которые ты должен исполнять. А главное, конституционные права и статус военнослужащего. По крайней мере, сегодня очень трудно скрыть какие-то нарушения или преступления в армейской жизни. И наказание за это неизбежно. Старшина роты управления, прапорщик Захар Гапонов, правая рука Артура Калимулина. По словам Захара, не только в роте управления, во всей бригаде нет места дедовщине и иному произволу. Конечно, служба в армии не мёд. Ты обязан подчиняться внутренним законам армии, вставать и ложиться по расписанию, нести все тяготы армейской службы, выполнять приказы командиров, соблюдать воинскую дисциплину. И не только. Но, поверьте, всё это не во вред, а на пользу. Бить баклуши в армии не принято. Здесь расписано каждая минута. С утра теоретические занятия в классах. Боевая подготовка, изучение материальной части, физическая подготовка. Артур частый посетитель армейского спортзала. Так и пролетает день в армии. Спросил у Старлея, есть ли у него какие-либо увлечения, хобби на гражданке. С улыбкой Артур ответил, если честно, времени на увлечения просто не хватает. Армия – вот моё увлечение. Последние годы служба вооружённых сил становится всё более популярной среди молодых людей. На последнем заседании коллеги Министерства обороны, министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что план набора контрактников выполнен на 120%. В ряды вооружённых сил России пришло более 77 тысяч специалистов. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Побучая моя, великая слава, Твоё достояние на всех временах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова